На минувшей неделе славянским полицейским удалось предотвратить разбойное нападение на один из магазинов в нашем городе. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям группа преступников была задержана. Подробности в материале моих коллег. 20 апреля в дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району поступило сообщение о попытке разбойного нападения на магазин «Табак», расположенного на территории оптового рынка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестный мужчина зашёл в магазин, показал продавцу ружейный обрез и потребовал денежные средства из кассы. Второй злоумышленник остался наблюдателем у входа. Увидев камеры видеонаблюдения, мужчины скрылись с места происшествия. В районе 11 часов дня были замечены два человека, одеты в тёмные вещи, в тёмных очках и в головных уборах. Натянутые на глаза. Обходя морозильную камеру, подходит к витрине и ложит на витрину чёрную сумку. С приметами напоминает, как потёртый джинс. Из сумки достаёт ствол, напоминает обрез двухствольный. И он, расстёгивая сумку, говорит, типа, деньги сюда, только тихо, 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 не надо шума. Ну, деньги отказалась седать и указала на камеру, которая висит у нас в углу. После того, как он увидел эту камеру, он быстро ложит обрез обратно в сумку и быстрым темпом выходит из магазина. Свидетели сообщили полицейским данные о транспортном средстве, на котором скрылись злоумышленники. Ориентировка была передана всем нарядам полиции отдела МВД России по Славенскому району. Разыскиваемый автомобиль «Лада Приора» был замечен инспекторами Дорожно-патрульной службы роты отдела МВД России по Славенскому району. Водитель «Лады» проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. В результате погони автомобиль удалось остановить, а мужчины, находившихся в нём, задержать. В ходе досмотра полицейские изъяли у задержанных обрез с патронами. Налётчиками оказались 50-летние безработные жители Славенского района. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальный срок наказания, предусмотренный данной статьёй, составляет до 10 лет лишения свободы.